Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами комментаторы Никита Петров и Петр Андреев И мы продолжаем, точнее не продолжаем, а только начинаем в таком составе комментировать Матч администрации против участников группы Шахматный Феникс Да, всем привет Сейчас у нас встречаются Кирилл Широков и Александр Давидчик Ну вот я вижу, что Кирилл эволюционирует, раньше он играл Гамбит Мору, теперь он играет Да, ну эволюция, если честно, несколько сомнительная Конь А3, разве не слава А3? Да, обычно играют вообще конь Ф3 Понимаешь, одна из основных людей, что когда черные пойдут Е6, белые пойдут ладья А3 И черные по каким-то непонятным, конечно, для меня причинам возьмут эту ладью Ну то есть действительно много таких партий было Особенно вот на заре развития компьютерных шахмат, когда компьютеры еще очень слабые были Брандштейн вот просто под копилку обыграл Всех слабых там пешков, Джуниар 2, Фрейд 3 Вот в одной и той же линии В одной и той же дебюте, в одной и той же структуре Ну пройдемся по соперникам В общем-то я думаю, что с фаворитом в этом матче более-менее понятно Разница на шахматной планете в рейтинге 600 пунктов Но все-таки болеем из-за своего Не, ну думаю, есть шанс у Кирилла, потому что у Александра Давидовича такой хороший стиль Он сам играет и другим дает Как вообще Лаграм Ну вообще Лаграм основном другим дает Ну да, но Александр может и зевнуть, и ничью предложить, и пожертвовать нельзя Да я считаю, что с точки зрения матчевой борьбы это самое оптимальное решение Кирилл сейчас должен предложить ничью, а потом еще раз предложить ничью Вот видишь, д5 Не, ну просто сейчас у белого ПРС будет ЕД, ФРС, Д5, КНЬ Б5 Человек слонов открывает Будет друг Не, ну просто если сейчас найти КНЬ Б5, то у черных, по-моему, большие проблемы сразу Может безнадежная позиция Да и КНЬ С4 можно Нет, КНЬ Б5, это КНЬ Б5 безнадежная позиция Вот С4 не туда КНЬ Б5 была безнадежная позиция Там же просто на ФРС Д7 КНЬ Е5 выигрывал Да, но с другой стороны, опа Но не будет разменов ФРС, я надеюсь КНЬ Б5 не будет, мне кажется КНЬ Б5 сильнее было Чем С4 Е2, ну и вообще это немножко не туда все Это Ладья там и уходит, наверное С другой стороны, сейчас вот представь Два на бя Ладья Е1, и черные просто уже не держат линию Е Но они успевают все равно развиться Не знаю, но КНЬ Б5, конечно, хоть не очень удачно Но тем не менее, у КНЬ Б5 хорошая компенсация Не понимаю, а что все ходы делали, черные, пока белые фигуры уже развали У них все стоит на месте Ну, понимаешь, когда ты в сицилианском гамбите играешь Пятым ходом Е5, шестым ходом Д5 То это может привести к печальным последствиям В общем-то ничего удивительного Ну, давайте, Александр Поэтому у дебюта развивайте фигуры Не знаю, может успеет, но КНЬ Б6, если сейчас пойти Вот на КНЬ Б6, мне кажется, Кириллу очень важно Не сделать шаблон, а не шлепнуть рокировку А пойти КНЬ Б5 все-таки Потому что если шлепнуть рокировку То черные слоны Е7 пойдут И на КНЬ Б5 уже до 0 И на Ладья Е1 тоже до 0 Не боясь призеров Ну вот, как меня в детстве учили У меня вот такое до сих пор Вот когда король соперника не раз В этом всегда по линии Е хочется продавить Да, но беда в том, что ты продавишь Но этого хватит, чтобы пешку наебать Отыграть А хочется фигурки мат Не, ну например, опа Ладья А3 И потом ладья Е3 Да, конечно, ладья Мне кажется, Кирилл должен находить такой ресурс Просто слон А3 очень шаблон Он может так сыграть, потому что рокировки как бы решает Нет, или слон А3, ребят Отлично Сейчас черным придется делать ходы вроде Не, ну слон А3 имела смысл КНЬ Б5 совсем не хотелось пускать Что можно на Е5 бить? Ну сейчас в черный F6 пойду Мне кажется, единственный ход Но F6 не шаблонный ход А, ну что делать? Иначе ладья Е3, Кунь Е5 в любой последовательности Может ход хороший, но вряд ли Александрова подменить Я думаю, он найдет После F6, мне кажется, нашел После F6, мне кажется, надо D4 белым играть Д4 белым играть Да, в общем, я думаю Петь, ты, как и я, сейчас просто мечтаешь Такую позицию за белых Но, к сожалению, играет Кирилл Но ничего страшного, думаю, что В какой позиции как-нибудь не в такой выигрывать Кирилл Ничего в лучшем сына не получит Ну... Молодец Может быть, ничего страшного, если этот ход D4 Но F4 сейчас привяжется F4, слава 3 Может быть, может быть, и... Или слон С3, потом D4 Может быть, и портит ход Потому что я вот опасаюсь какого-то FG6 Или FF5 А потом на D4 и Е4 Хотя тоже, конечно, но вряд ли это может помочь Что в конь D2, по крайней мере, пешка эта падает Баслона у белых очень сильный D4 пожестче было, но и так тоже ничего У Александра сейчас рейтинг 2.514, а максимально 2.525 Ну что ж, значит... На пике форме находится Представитель, да, представитель Феникса находится На пике возможностей Кирилл Широк выигрывает Александра Давидчика на пике форме Пока еще никого не выигрывает А выигрывает? Ну, D4, сейчас D4 пойдет, Кирилл Потому что ход супер естественный Два нуля, можно На нулях у нее 7 Уж тогда становится поздно Все делать сразу Да По-моему, сейчас только критический момент Хотя D4, конь Е7 Ну, D3 Огромный перерез в Эншпле за счет двух слонов Ну, в Эншплее В Эншплее Ну, можно обойти C4 Потом D5 Хотя, конечно, это слабо Просто если очень... Нет, он уже упустил Не, ну, если упустил, то он упустил ходом Солнце 4 Восьмым Надо было играть конь B5 А тогда победа сразу Но это в любом случае уже В прошлом Что это обсуждать Хотя, Александр мало времени Да D4 Ну, тут большой выбор у Кирилла Можно обойти C4 На ферзе 5 Солнце 3 всегда будет Можно пойти конь D2 Можно пойти... Не знаю, 2 0 мне не очень нравится Потому что опять конь Е7 Ну, ставит проблема, Александр Конь D2 Ушел Ну, может быть, C4 сильнее было все-таки, да? А, я знаю Конь Е7 2 0 2 0, Солнце 4 Да, это безусловно Безусловно сработает в этой парте Ну, учесть, что Александр в минуту уже Может сработать Ну, другое дело, что конь Е7 2 0 Может и не плохой ход Потому что всего Если Черный король не бегает Пешку на Е4 Черный не удержит Он не пытается сразу удержать Нет Атаку в атаку, да Это, конечно, поразительно Вызывающе За 4 D5, наверное, выигрывает Да Не, за 4 D5 Просто добивает Опа Кирилла как-то чурешу радостно играет Тот Даже это, наверное, выигрывает Если честно ФЕ, Ц4, а потом D5 Все равно Не знаю, в чем идея была Серьезно Ну, просто отдать коня, очевидно Позиция Позиция настолько хорошая Что он даже может до этого выигрывать Не знаю, Конь даже не мешал никак Ну, я тоже удивляюсь, конечно А, нет, он пешку на D4 блокировал Кирилл думал, может он D4 возьмем Все, ждем Жарко За центр За доминацию В центре Я не могу придумать аргументацию А, ну, хотя он, наверное, думал, что ферзь отойдет и побить на D4 Ладно В любом случае нам, конечно, жаловаться Я надеялся на... Не надеялся, а ожидал намного худшего Выступления от Кирилла А сейчас... Молодец, молодец Кирилл Сейчас у него в 6 раз больше времени Он проводит массовую атаку Что еще можно, наверное, желать? Не стал шаблонным делать ходы И так... Сыграл... Агрессивно Ну, Ладья А3 просто блестящая То есть... Единственная помарка Показывает всю партию Слон С4 Ну и, конечно же, только я И еще добавляет 60 секунд к часам Ну, кураж, провал Не, ну просто сейчас Слон H5 Ж6 D5 Победа Слон H5, если найдет, то будет победа Мне кажется, сейчас 60 секунд к часам Это... Вопросительных знаков Я боюсь, что 2 Или, может быть, даже 3 Ну, с другой стороны, не знаю Мне кажется, что Кирилл еще Озабочен тем, что надо поддерживать интригу Ну, и Ладья А4 очень слабый ход, конечно Все равно выигрывает, но очень слабо То есть сейчас D5, Слон H5 победа все равно Позиция подавляющая Да А, кстати, может быть и нет D5 2 0 Ну, 2 0 Ну, 2 0 Ну, 2 0 2 0, D, C, F2 А, ну, в смысле, 2 0, 2 0, не, это уже не то Нашел Александр Ну, собственно, пользуется шансами предоставленными Надо было Слон H5 играть вместо D5 Игрозить F2 Ну, понятное дело Поэтому приходится 0 0 делать Надо было играть Слон H5 вместо F2 Вместо D5 Да Чтобы уже там провисало все Да, ну, конечно, шанс с четырьмя секундами на циферблате у Александра Тут шансы были бы, ну Весьма Неутешительные А, Слона 3, да А тут борьба Тут борьба На самом деле Может быть, уже черные отбиваются объективно Но Все равно Все равно непросто Слона нужна белопольного как-то Ну, упустил, вот, Кирилл Упустил Не, ну, Кирилл G6, это, так, неплохо Для нас Даже по Слону F8 у белых небольшой перерез, видимо Забрал, жалко, конечно А что делать? Такого малыша Ну, уже Надо было раньше Поточнее, играть До этого не дошло бы Ну, можно вообще пойти D6 На конь Е6, С5 Чтобы слона на С4 вытащить Может, так было сильнее, кстати На D3 Что-что? В D3 надо играть Побыстрее А почему не на F4? А, на F4 На F4 и конь G6 уже не сразу Да, у D3 Пешек Пешек больше убил Не странно Я предлагаю делать ставки Предложит ли Александр ничью Если получит выигранную оппозицию? Да Мне кажется, что предложит Ну, потому что Ну, шансов в этой партии Без до 3 минуты Они закончились уже давно Нет, некуда коня на D8 ввести Не, ну, белых перерез, видимо Перерез существенный Но контр-игра есть Нет, ну так, так, нет, стоп Так, С5 и С4 Это может быть кардинальное усиление оппозиции Конечно, но бы коня на D8 решать вопрос Там, там, черным не до проходной будет Если сейчас Кирилл найдет C5 Стон C4 То он Владья на E7 въезжает после этого Пешка на D6 Не нашел Централизация Ну, грамотно, но Конечно, C5 сильнее было намного Может быть, в этой позиции Дело уже не в грамотности А в том, что надо добивать соперника Вот сейчас он дает контр-игра Надо C5 играть Без хода C5 может уже ничего не быть Связка Ну да, но не видит этой идеи, Кирилл Что, что ты сделаешь Недавно Недавно Один из ваших комментаторов Тоже играл матч Тоже не видел очень многих идей Которые комментаторы видели Да Ну, где же ты уже, что А что делать? Почему, почему бы не сорять? Ну, с темпом Поль уже 7 прицелится Так, это непонятно Не, да, это может выигрывать Напал Не, это выигрывать В общем, да Кирилл сегодня выступает явно лучше, чем Блин, неужели не будет острой концовки? Кирилл выступает явно лучше, чем Два превосходящих в классе Хехех, комментатора Я хотел острой концовки Не, ну она еще будет Тут еще реализовывать, реализовывать 600 пунктов разницы Да, кстати Тут, по-моему, даже посложнее, чем У меня спад свой Нет, тут попроще, потому что Белый лишний материал Больше лишнего материала Деяя 5 не туда, но Деяя 5 сильно не туда Очень сильно не туда Конь на Ц5 приходит Да, Ладея 6 правильно Главное не Ладея 7 было пойти Да, но тут Сумбур сейчас начнется Не, ну ничего не начнется Слонжи 4 выигрывает Я думаю, он найдет Слонжи 4 сейчас Слонжи 4 выигрывает? Нет, Слонжи 3 Слонжи 4 не накалывал там просто всех тех коней Ну да, и Ладея 8 Ну да, и Ладея 8 А Ладея 8 хоть бы 6 Ну да, и Ладея 8 Не, ну конечно Вряд ли Вряд ли Конь на Ц5 Чуть-чуть не туда сыграл, Кирилл Ну поменять Ладея грамотно, в принципе Ну, Конь на Ц5 Вот Конь на Ц5 Вот Конь на Ц5 не стоило пускать Хотя Лошадки при... Я бы стукнул на А6 Потому что Слонжи 8 всегда есть Да, тоже смотрел там Пора уже комментировать Зажигательно, мне кажется Ну это у тебя лучше получается Ну, да Ну мог бы хоть для... Из вежливости поспорить Защитник Спартака она... Линя Нет, тогда у нас снова появится Куча Недоброжелателей Я же провел вопрос Недоброжелатели Они вообще футбол не любят А не шахматный футбол Так, ну Слонжи 8 Надо находить Слонжи 8, там Слон... Слон... Слон этот, получается... Да на Д5 Слон будет отлично Опа! Нестандартное решение Ну он не видит вот Слонжи 8 Поэтому и нестандартное решение Он тоже выигрывает Как можно не видеть Слонжи 8? Да легко А, ну Ладея Ц7 Ну Конь на Ц6 был Конь на Ц6, кстати, прикрытие такое здоровое Конь на Ц6 Д7 Да О боже, что будет Это блестяще Это выигрывает Это выигрывает Это выигрывает Это выигрывает Ладея Д7, ладея Д4 просто И он успевает на Д1 Значит, не могу понять Кстати, можно урожай коневой собрать Он в шоке Он не понимает, что происходит Все, все болельщики ЦСКА умерли Да, ну 1-0 тут уже И решающий решес нашел Не, ну блестяще по-моему просто 1-0 все сдался Александр Да, аплодисменты А он просто блестяще Вторая партия Ну в смысле, ну это Может что-то не так понимаю Но это не в одном месте Не 1900 Да Это выигрывает 2500 примерно 1950 точно ведь Да Причем Фиде Фиде Ну что, вторую партию? Ну да Я думаю, что видео мы разделим Пока всем спасибо Кто нас смотрел, слушал Болел за Кирилла Болел за Александра Вторая партия Совсем скоро